Девушки отдыхают Любой человек, рождённый на этой земле, он казах, казахстанец, да? И вот оно в нас заложено где-то. Невозможно понять, например, казахскую музыку, не пытаясь её почувствовать. Также язык нужно почувствовать, попытаться. Не просто его заучивать, зазубривать, это результатов не даёт. Дмитрий Петров, лингвист, старший преподаватель Московского государственного лингвистического университета. В разной степени владеет порядка 30-ю современными и древними языками. В качестве синхронного переводчика работал с Михаилом Горбачёвым, Борисом Ельцином и Владимиром Путиным. Разработал собственную методику интенсивного обучения иностранным языкам и искусству перевода. Утверждает, что освоить на базовом уровне любой язык можно всего за две недели. В ходе предыдущей лекции Дмитрий Петров говорил о важности мотивации при изучении казахского языка и объяснил суть и преимущество компактного подхода при овладении лексикой. Сегодня вы узнаете, что значит принцип 3D и почему язык необходимо представлять как трёхмерное пространство. Здравствуйте! Наша программа о языках, о проблемах их изучения и о том, какое место в мире занимает казахский язык. Для того, чтобы освоить язык, ещё до того, как мы решим освоить какие-то грамматические структуры, овладеть базовым словарём этого языка, нам необходимо будет немножко настроиться на волну. Точно так же, как в приёмнике, когда мы переключаем с одной волны на другую, происходит нечто в нашем сознании, в нашем восприятии. И мы немножко по-другому видим картину мира. Итак, каким образом мы можем представить язык как схему образов, настроиться на волну? Был такой интересный эпизод, когда антропологи исследовали ситуации, где в мире многоязычие является естественным явлением. Конкретно эта история происходила в Амазонии. Там нашли территорию, где целый ряд индейских племён живёт, абсолютно неграмотные, но каждый из людей, живущих там, владеет несколькими языками, иногда больше, чем десятью. Решили исследовать, каким образом вот это освоение языка происходит в естественной природе. Поймали одного из представителей этих полиглотов, племени полиглотов, и спрашивают её, скажи нам, дорогой, как ты освоил язык соседнего племени? Он не понимает, что от него хотят. Ну, скажи что-нибудь на языке соседнего племени. Я не могу. Ну, скажи, например, как на их языке будет слово топор. Он говорит, понятия не имея. Он говорит, ну, как же ты вчера был у них в деревне и купил топор. Очень долго обсуждал, там, спорил, торговался. Потом шутки были какие-то. Говорит, а, вы имеете в виду, чтобы я говорил так, как они? Ну, для этого я должен перейти через речку, там, пройти через джунгли, вот прийти в эту деревню, увидеть эти лица, эти хижины. Тогда я смогу говорить, как они. Но если я вернулся уже сюда, как же я могу говорить, как они? То есть, вывод был сделан такой, что язык в подсознательном восприятии человека это часть среды, часть окружающей экологии. Такой же, как птицы, цветы, деревья и все остальное. Язык неизбежно воспринимается как объемное пространство, как некое измерение, куда мы можем войти и откуда мы можем выйти. И если мы туда научились входить, желательно, чтобы это сопровождалось ощущением комфорта. Когда я преподаю какие-то языки, а есть несколько языков, которые я преподаю в самых разных форматах и на разных уровнях, я всегда предлагаю студентам или слушателям почувствовать, какая ассоциация, какой образ у вас возникает, когда я, например, говорю об итальянском языке или о французском. Образы могут быть совершенно уникальны, совершенно индивидуальны, не похожи друг на друга. Но каждый имеет право на существование. У кого-то языки ассоциируются с какими-то цветами, или, может быть, лица знакомых людей, или звуки музыки, связанные с этой страной, с этой культурой. Как бы то ни было, это абсолютно необходимо. Поэтому все, что мы будем говорить о казахском языке, никоим образом не должно ограничиваться просто какими-то грамматическими структурами, которые нам надо довести до автоматизма, или теми словами, которые нам важно освоить. Я называю это принципом 3D, то есть трехмерным пространством. Язык – это не только те слова, которые написаны, это не только те структуры, которые объединяют эти слова в фразы и в тексты, это обязательно определенное ощущение и определенная система образа. Как это может происходить? Условно, все человечество можно разделить на две категории. Ну, человечество всегда можно разделить на две категории. Но в том, что касается языка, здесь очень важна категория восприятия. Есть люди, которые говорят о себе. Вот я ничего не понимаю, хотя сам знаю много слов и все могу сказать. Другая половина говорит. Я все понимаю, но сам ничего сказать не могу. Что это говорит? Это говорит просто о различной структуре восприятия. Почему очень часто, когда мы достаточно долго занимаемся языком, мы не способны свободно понимать речь на этом языке? Ну, то есть выскальзывают какие-то знакомые слова, какие-то комбинации, но общего эффекта, что я здесь, я это понимаю, я это ощущаю, не возникает. В то время как на родном языке, или на знакомом для нас языке, мы можем, особо не сосредотачиваясь на собеседнике, там, думая о чем-то своем, смотря по сторонам, но тем не менее быть в контакте. Здесь возникает такой эффект, который, для которого я придумал такое определение, широкополосное восприятие. Вот когда мы слышим что-то на родном языке, мы не сосредотачиваемся. У нас достаточно широкая полоса восприятия. Нигде не возникает напряжения. Если мы начинаем говорить или пытаемся понять на неродном, на незнакомом языке, мы неизбежно напрягаемся, все пространство сосредотачивается в одну линию, и мы начинаем ловить слово за словом, из-за чего возникает эффект. Понял, не понял, не понял, не понял, не понял, понял. То есть вот тот самый эффект, когда отдельные знакомые слова, но нет общей картины. Какой вывод мы из этого можем сделать? Я некоторое время назад всех, кого обучаю в разных форматах и с разными целями, разным языкам, стал опрашивать. Я говорю, вот тебе трудно говорить на иностранном языке, трудно понять. А в каком месте тебе трудно? То есть людей такой вопрос озадачивают. А я говорю именно о физиологической стороне дела. Подумайте о себе. Когда вы испытываете затруднение, скованность при попытке начать говорить на незнакомом чужом языке, в каком месте вы ощущаете это напряжение? Выяснилась интересная деталь. У некоторых людей возникает напряжение в голове. Это те, кто склонны анализировать, рационально выстраивать конструкции, потом перечеркивать на своем внутреннем мониторе, писать по-новому и произносить. У других людей возникает напряжение вот здесь. Те, которые, в принципе, очень много чего знают, но как только доходят до разговора, испытывают затруднение. У некоторых людей напряжение здесь. Вдруг я что-нибудь то скажу? Вдруг надо мной смеяться будут? Вдруг не так поймут? И, соответственно, вот такое создание с большим трудом может вступать в свободное общение со своими собеседниками. Поэтому я пришел к такому интересному выводу, что, вероятно, когда мы осваиваем язык, очень важно обращать внимание на все, в том числе на свое физическое состояние. Мы должны избежать напряжения. Мы должны свободно дышать так, как это происходит, когда мы говорим на родном языке. Потому что, когда мы говорим на родном языке, мы можем говорить часами, не напрягаясь, не испытывая затруднения или усталости. Потому что нет вот этого сковывающего чувства. Поэтому ощущение свободы, ощущение восприятия через образ, через ассоциации и параллельно с этим закладывание вот этого несгораемого запаса. То есть доведение до автоматизма ряда очень базовых, главных структур, на которые нанизываются все последующие слова, обороты, которые нам понадобятся. Еще один важный момент. Когда мы осваиваем новые слова, мы должны не арифметически прибавлять еще несколько слов, а добиться ситуации, когда каждая новая группа слов даст нам возможность создавать на порядок большее количество комбинаций. В этом коренное отличие нашего подхода от принципа разговорника. Когда есть набор стандартных клише, ты знаешь, как это будет по-русски, ты выучил, как это будет по-казахски. Это арифметическая ситуация. Она означает, что вам не хватит жизни, чтобы выйти на уровень даже простого общения. Если же мы овладели комбинаторной способностью из небольшого количества элементов создавать очень большое количество комбинаций, это значит, что каждая новая группа слов, лексических единиц, как геометрическая прогрессия, позволит нам еще больше этих комбинаций создавать. Причем важно, что каждый раз мы должны испытывать некое ощущение эффекта того, что мы делаем. Когда подача языкового материала разбросана во времени на очень большой период и проходит достаточно большое время до того, как мы получим какую-то реальную отдачу, получим ощущение того, что мы хоть чему-то научились, скажем себе правду, наших товарищей, которые с нами начинают вместе изучать язык, мы теряем на каждом шагу. Не каждая птица долетит до середины Днепра, и не каждый человек дойдет эффективно до середины какого-то курса. Особенно это относится к людям, которые вышли из детского возраста. Потому что каждый раз, когда мы приходим на какие-то курсы, или начинаем заниматься с преподавателем, или тем более самостоятельно, лишь какая-то доля нашего сознания обращена к тому, чем мы занимаемся в данный момент. В это же самое время в нашей голове роятся тысячи разных мыслей, какие-то недоделанные дела, недосказанные слова. И стоит ли потом удивляться, что проходит неделя, месяц, год, и вроде чего-то знаю, вроде умеют просклонять какое-то слово. И могу назвать на память какие-то слова или фразы, но ощущение, что я научился говорить, нет, не приходит. Итак, очень важные принципы. Принцип компактного размещения курса во времени, принцип доведения до автоматизма базовых структур и базового лексического запаса, который не превышает три-четыре сотни слов на первом базовом этапе. И обязательно подключение образной системы. То есть каждый раз, когда мы стараемся освоить какую-то новую конструкцию, новые слова, мы должны это видеть, ощущать, вкушать. Надо сказать, что многие из изучающих язык жалуются на плохую память. Вроде выучил, а потом все забыл. Ну, нельзя не отметить, что здесь работает так называемый синдром студента. А студент, как правило, может выучить любое количество информации и будет это все помнить ровно до экзамена. Но экзамен проходит. Вместе с ним уходит мотивация. Куда деваются все эти знания, непонятно. Нас интересует несгораемый запас. И для того, чтобы его сформировать, мы должны выполнить несколько требований. придерживаться нескольких правил. Во-первых, когда речь идет об обучении языку, то есть освоении какого-то словарного запаса, мы должны осваивать по принципу спирали, доводя до автоматизма самые базовые, самые употребительные слова и, соответственно, те конструкции, которые с ними связаны. Мы сами, не подозревая того, уже обладаем огромным словарем, огромным словарным запасом, который живет в нас в пассивном режиме. Это значит, что проводя, создавая вот эту стержневую структуру, вот эту ось, ось, куда мы будем нанизывать все эти слова, мы приводим в действие огромный массив, который в нас уже накоплен. И очень важно понимать, как это происходит. Надо сказать, что у разных языков разная судьба, разная природа, но достаточно похожие, достаточно близкие механизмы. и те механизмы, которые работают в отношении казахского языка, английского языка, они с поправками, разумеется, действуют в отношении практически любого языка в мире. Что касается казахского языка, ситуация казахского языка характеризуется тем, что есть ряд черт этого языка, которые делают его достаточно, создают достаточно благоприятную форму для его изучения. Что это значит? Это значит, что очень часто, когда мы начинаем изучать язык, мы пугаемся вещей, которые нам непонятны, которые нам незнакомы, которые очень сильно отличаются от нашего родного языка. Я пробовал просматривать ряд учебных пособий, грамматических пособий, самоучителей казахского языка. Мне, как профессиональному лингвисту, многое из того, что там написано, было достаточно понятно. Но, тем не менее, я поставил себя на место человека, который не занимался языками, не занимался лингвистикой, а просто купил самоучителя для того, чтобы научиться говорить по-казахски. Ну, и когда вы видите на первую страницу фразу типа семантическо, морфологическо, концептуально, идиоматическая структура казахского языка, после этой первой строчки я очень хорошо понимаю людей, которые учебник закрывают или откладывают на потом. Надо с кем-нибудь посоветоваться, чтобы растолковали. При всем уважении к академической науке, которую я частично тоже представляю, потому что я работаю в университете, и этот язык мне знаком. Но если речь идет о необходимости в массовом порядке на эффективном функциональном уровне освоить язык, то так с людьми обращаться нельзя. Есть достаточно сложные языки в мире. У каких-то из них сложность в орфографии, у каких-то в произношении, у каких-то в насыщенности грамматических структур. Но в каждом языке обязательно может и должен быть найден свой позитив, который сделает освоение этого языка комфортным. В казахском языке я выявил целый ряд свойств, которые в очень положительную сторону отличают его от целого ряда языков, которые люди осваивают достаточно эффективно и достаточно быстро, в том числе европейских языков. Ну что ж, а теперь мне интересно послушать вас. Может быть у вас появились какие-то вопросы? Дмитрий Юрьевич, будет ли эффективнее изучать казахский в юрте под добру, под кумыс и казах? Язык всегда вызывает, если мы немножко об этом задумаемся, какие-то цветовые ассоциации, звуковые. Может при этом быть задействован также и запах, и вкус, и какие-то эмоциональные переживания. Неотъемлемой частью постижения любого языка является знакомство с кулинарными достижениями данного народа. Потому что язык, который вырабатывается, формируется в течение столетий, формируется параллельно с формированием всех других традиций, национальной кухни, всего то, что создает идентичность данного народа. Поэтому изучать казахский язык, не отведав бешбармака, не любя козы и не стремясь запить их пиалой кумыса просто бессмысленно. Первым делом, конечно, мне было любопытно, а теперь уже тянулся более, так сказать, предметно. Я настолько загорела, что я вот хочу за эти 10-12 дней прям попробовать выучить. Для себя лично я узнала немало интересных вещей, которые нужно практиковать в жизни. Смотрите завтра в это же время. Казахская грамматика, которой много не бывает. Бару и Келю глагольная система в двух словах. Казах лужи они не в лужи в они на же